6 февраля Зенит-Казань проведет очередной поединок на домашней площадке. Но отнести этот матч к числу рядовых никак нельзя. Динамо-Москва, пожалуй, самый принципиальный соперник казанской команды за последние несколько лет. К тому же статус Лиги Чемпионов однозначно добавит игре накала и красок. Ведь на кону путевка в финал четырех. Одолев немецкий Берлин, зенитовцы ожидали итога противостояния между итальянским Трентом и столичным Динамо. Команда с Аппенинского полуострова считается грандом мирового волейбола. И тем солиднее выглядит успех белых-голубых в двухматчевом противостоянии. Победа на Трентино показала силу и потенциал столичного клуба. Ну я думаю, что недостатка в концентрации не было бы в любом исходе. Хоть бы выиграли мы 3-0, что бы проиграли бы там. То есть в любом случае это матчи на вылет Лиги Чемпионов. Поэтому тут, не знаю, я думаю, максимально будет мотивирована одна и другая команда. Мы разобрали всех игроков Динамо. Они очень сильная команда. Именно поэтому они сумели пройти тренд. В матче против итальянцев, а особенно в золотом сете, был хорош круглов. Поэтому ему и, конечно же, Кураку мы уделили повышенное внимание. У них очень много хороших подающих. А насчет лидера по эйсам просто, наверное, хорошо делал свое дело. Потому что, наверное, до этого он... Ну его команды мало знали, я думаю, потому что он в основном не играл в составе. И я думаю, что в первую очередь из-за этого очень много эйсов делать. Но опять же повторюсь, команда Динамо классная команда, где эйс любой может делать. В составе гостей целая россыпь классных волейболистов. И каждый может доставить серьезные проблемы сопернику. Круглов и Курак. Ну, в принципе, я считаю, что Динамо такая команда, где, наверное, очень хороший сплав молодых игроков. То есть каждый год появляются какие-то молодые таланты. Поэтому, в принципе, как они показали на Кубке России, наверное, что они в любом составе готовы бороться с любым соперником. Но в итоге ни Курак, ни Круглов с Гранкиным так и не опробовали зал Центра волейбола Санкт-Петербург. Самолет из столицы России был задержан. И динамовцы прилетели в Казань лишь поздней ночью за день до игры. Для меня лучше, конечно. Ну, конкретно для... Как мне? В любом зале опробование для меня лучше, потому что потом насыщение проще подавать. Такой фактор, как освещение, очень важен во время подачи. Поэтому всегда здорово опробовать зал еще до игры. Тем не менее, некоторые команды предпочитают провести тренировку дома, отдохнуть и отправляться сразу же на матч. Ну, я думаю, что динамовцы настолько профессиональные команды, что, наверное, они знают лучше, что делать. Может быть, они потренировались у себя дома, потому что у них, в принципе, зал тоже большой. Обычное опробование нужно в большей степени, если переезжаешь из маленького зала большой или из большого маленький. Поэтому, в принципе, я думаю, что это не большая проблема будет для динамов. А вот подопечные Владимира Олегна, которые и так великолепно знают свою арену, провели полноценное полуторачасовое занятие, в котором приняли участие все волейболисты. В завтрашней встрече точно не сыграет экс-динамовец Александр Волков. На его позиции выступит американский блокирующий Дэвид Ли, который как раз был приобретен «Зенитом» для участия в матче Лиги Чемпионов. После досадного поражения в Краснодаре ребята горят желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. В принципе, наверное, проигрывать тоже бывает полезно, потому что, когда все время выиграешь, даже показывая плохую игру, я думаю, что если мы выиграли 3-2, то было бы, наверное, даже, может быть, чуть хуже. Потому что, когда проиграешь, делаешь какие-то выводы, в первую очередь, больше от тебя что-то берешь, чтобы на следующую игру более мобилизованно выйти. Болельщик, завтра твоя поддержка будет очень важна. Приходи поддержать «Зенит Казань». Уважаемые болельщики, приходите, пожалуйста, 6 февраля поддержать нашу команду в матче Лиги Чемпионов в 19.00 в Дворце спорта в Санкт-Петербург. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!